Добрый день, дорогие друзья! С вами Размова, и мы все еще продолжаем говорить. Наверное, потому что я уверен в том, что это не просто самое главное, но и самая насущная тема последнего времени. Хотя, как мне кажется, эта тема будет насущной абсолютно всегда. Сегодня я хотел бы поговорить с вами вот о чем. Что значит любить? Мы постоянно слышим эти слова. Я тебя люблю, я люблю братьев, я люблю церковь, я люблю то, я люблю это. И вообще само понятие любви, оно немножко замылено, оно такое какое-то становится абстрактным. Особенно, когда речь идет о русском языке, у нас язык, он очень такой интонативный, то есть очень много значит интонация, то есть не важно даже, наверное, что ты говоришь, важно как ты это говоришь. Ты можешь сказать, я люблю Машу, я люблю погулять, я люблю сосиски, и это будет, если в информационном плане будет совершенно одно и то же. И я на сто процентов уверен, что сегодня вопрос даже не сколько в любви, сколько в ее проявлениях. Вот этот вопрос, вернее, ответ на него, что значит любить? Как понять вообще, есть любовь, нету? Огромное количество достаточно громких таких заявлений, да, там в церкви нет любви, ты меня не любишь. Как определять вообще, любим мы, не любим, насколько мы любим? Как это изменить? И вот я хочу поговорить об этом, то есть дать несколько таких, ну, реальных, конкретных признаков, то есть которые вы можете точно протестить как минимум самого себя, потому что, ну, другого человека проверять, ну, мой взгляд, совершенно бесполезно. Очень важно не только, знаете, увидеть это в ком-то, сколько понять, являешься ли ты тем человеком, который любит. Итак, любить – это значит принимать. И что я имею в виду? Вот Бог во Христе принял нас абсолютно каждого человека. И поскольку мы с вами призваны повторять то, что сделал Бог, то есть поступать в этом мире так как он поступает, то и мы должны принимать людей. С другой стороны, очень популярен сегодня тезис о том, что мы должны принимать людей такими, какие они есть. И первое же, что я хотел бы, ну, увидеть, понять, да, поразмышлять, действительно ли это так. Принял ли Бог нас такими, какие мы есть? И да, и нет. Дело в том, что принятие такими, какие есть, отличается от безусловного принятия. Если мы говорим о безусловном принятии, то мы говорим о том, что мы принимаем человека, человека, не выдвигая никаких предварительных условий. То есть мы не говорим ему, мы примем тебя, если ты исполнишь вот это, вот это, вот это, вот это, и выдвигаем некий такой вот список, да. Мы говорим, ты должен стать лучше, одеться прилично, сделать нормальную прическу и изменить свою речь, потому что говоришь ты, извините, как дворник. Так вот, когда речь идет о безусловности любви, то Бог, конечно же, не выдвигает никаких условий. Но когда мы говорим о принятии такими, какие мы есть, в этом есть некое с нашей стороны лукавство, потому что мы не хотим ничего менять в жизни, мы не желаем изменять собственную сущность, мы миримся со своей греховностью, и мы думаем, что Бог, Он должен также относиться к нам, то есть закрыть глаза на наши проступки и так далее. Но есть одна потрясающая вещь, потому что Бог во Христе принял нас всех. И вот здесь есть очень интересная вещь. Господь, Он принимает только тех, которые во Христе. То есть тех людей, которые откликнулись на Его призыв, тех людей, которые, знаете, вот отозвались. Они сказали, окей, Господь, мы хотим, мы хотим принять ту жизнь, которую Ты даешь, мы готовы двигаться за тобой. И вопрос не в тех условиях, которые Ты выставляешь нам, а Ты не выставляешь условий, а вопрос в том, что мы сами понимаем, что нам необходимо расстаться с грехом. Это и есть, наверное, вот прийти к Богу. Когда мы снимаем с себя вот это бремя греха, опираясь на силу и жертву Иисуса, мы идем за Ним, это и есть следование за Богом, но Он принимает без условий измененных людей. Потому что, когда мы с вами говорим вот слова покаяния, когда мы произносим эти слова, что-то внутри происходит. Происходит рождение свыше, да, мы это называем. Происходит что-то, что меняет нас. Мы больше не желаем двигаться в том направлении, в котором двигались. Если происходит это метаноэ, изменение образа мышления, то мы уже не мыслим себя как людей, которые живут по собственной воле, по своим прихотям. Мы мыслим себя уже как последователи Иисуса Христа. Мы видим себя как тех людей, которые как минимум ищут воли Божьей, как минимум нацелены на это. Кто-то в той или иной мере уже увидел себя в Боге, кто-то понял то, что Бог от него ожидает, и успешно или не очень успешно двигается в этом направлении. Но тем не менее, это другой род людей, это другие люди, которые направили свою жизнь за ним. И говорить Бог, ты просто должен меня принять таким, какой я есть, на мой взгляд, некорректно. Потому что мы знаем, что святой Бог, он никогда, никогда не примет грех. В каком бы сосуде он ни пришел, то есть, что бы вы ни принесли, вы не можете войти к Богу, если внутри вас есть нечистота. Потому что ничто нечистое не войдет в его присутствие. И мы это прекрасно понимаем. Поэтому Бог не способен нас принять такими, какие мы есть. Именно поэтому возникла необходимость в жертве Христова, в его крови, которая и очищает нас, чтобы мы могли это сделать, то есть, мы могли войти и стать частью. Но тем не менее, мы все приняты. Потому что, когда мы приняли Христа, мы получили это освящение во Христе. И мы стали теми, кто может войти. Мы выполнили основное, единственное, наверное, то условие, которое Бог выдвинул. Мы должны быть людьми, которые приняли это очищение. И приняв очищение, мы стали его детьми. Поэтому, знаете, вот эта попытка людей говорить, принимайте меня таким, какой я есть. Вообще, я, как правило, слышу эти вещи от людей, которые либо согрешили, либо просто согрешив давно, уже забыли о том, что это плохо, не хотят каяться. Они говорят, у вас нет любви, потому что вы не хотите принять меня вместе с моим блудом. Вы не хотите принять меня вместе с моим несовершенством. Я приворовываю немного, но это же ничего, потому что Бог прощает мой грех. Вы просто обязаны меня принимать. Мы можем тебя принять, но мы не хотим мириться с грехом, который в тебе живет. И мы готовы помочь, мы готовы служить тебе, мы готовы молиться за тебя, мы готовы давать тебе шанс, потом второй, третий, если понадобится, двадцать шестой. Но мы не примиримся с твоим грехом. И если ты примирился, то, может быть, ты не с тем примирился. Апостол Павел пишет, вы не до крови еще сражались, подвязаясь против греха. Вот знаете, когда человек борется с грехом до крови, может, не до крови, но до слез, то его хочется принять, стать на его сторону в этой борьбе и начать помогать. Но когда ты видишь, как человек заигрывает со своим грехом, ему нравится это состояние, ему вообще нравится это внимание, которое ему оказывают, и он неприятен. Ты понимаешь, что даже если он будет говорить о том, что ты должен его принять с этим, это никак на тебя не повлияет. Итак, истинная любовь – это принятие, но не такими, какие мы есть. Когда, знаете, мы принимаем друг друга, когда в твою жизнь приходит какой-то человек, он в обязательном порядке принесет влияние. Нравится тебе это, не нравится, но он будет на тебя влиять. Его дух, его харизма, его дары, его просто жизнь, она будет влиять, вливаясь в тебя. И вы будете менять друг друга. И вот это влияние, оно бывает плодотворным, бывает очень хорошим, бывает очень правильным, но чаще всего оно бывает негативным. Писание говорит, что дурные сообщества развращают добрые нравы. Иногда нам кажется, знаете, что это местоописание, но справедливо вот в такой ситуации, когда один хороший человек, праведник, он попадает в сообщество, где много нечестивых людей, и там его, конечно же, развратят. Но это справедливо и в отношении того, что много праведников и много нечестивых, и если их соединить вместе, ничего хорошего не получится. И это также справедливо, когда очень много праведников и все несколько нечестивых. Все очень просто. Вспомните знаменитую пословицу о ложке дегтя и бочке меда. Наша задача не просто, знаете, не оскверниться, а наша задача, приняв, не испортить все. Я думаю, что Господь, Он смотрит за этим, Он следит за этим, но Он делает это через нас. Мы принимаем людей, и мы открыты принять каждого человека, который готов стать частью тела Христова, то готов вступить вот в ту войну, которую ведет церковь. Каждая часть церкви, каждый человек этой церкви – это война с собственным грехом, помогая друг другу, поддерживая друг друга, усиливая друг друга, потому что, когда ты приходишь в церковь, ты должен принести что-то, что сделает церковь сильнее. Не принести то, что вся церковь вдруг развернулась, и она теперь вынуждена заниматься тобой. Но она должна быть усилена твоим присутствием. Поэтому очень важно принимать людей. Не отгораживаться, не говорить, вот ты прости, брат, но ты должен еще немножко над собой поработать, тебе необходимо что-то в своей жизни решить, тогда мы тебя примем. Очень часто, когда мы говорим с вами о принятии, вообще, на самом деле, я почти на 100% уверен, что невозможно принять человека, если ты его не любишь. Потому что любой, абсолютно любой человек, который приходит в нашу жизнь, он чужой. Даже если это какой-то близкий друг, но это тот человек, который живет в другой системе ценностей, живет по другим законам, по другим правилам, и он чужой. Если ты его не любишь, ты его просто не способен принять. И вот та оговорка, о которой я говорил, что мы принимаем всех, мы принимаем каждого, но мы готовы это делать, когда человек становится частью церкви. И вот здесь начинается проблема, потому что говоря, декларируя, что мы принимаем всех, мы по большому счету не делаем это. Если вы посмотрите на церкви, вы видите некие такие тусовки, кланы, семейные ли это, или это профессиональные кланы, или это какие-то другие, по интересам и так далее. И они достаточно закрыты. Нам кажется, что нам здесь хорошо, нам здесь комфортно. Приходит человек, и он попадает не просто в сообщество людей, он попадает в сообщество неких интересных групп. И чтобы ассимилироваться частью церкви, и стать, ему нужно куда-то примкнуть. Так вот, мне кажется, что это неправильно, потому что принимаем, мы принимаем в церковь, а не в некую ее часть. И очень важно увидеть в человеке того, кто нуждается в этом принятии. Я очень часто переживаю, вот знаете, в своем служении мне приходится очень много ездить, встречаться с огромным количеством людей, и я вижу, насколько некоторые церкви закрыты, некоторые открыты, некоторые закрыто-открыты, и ты в каких-то чувствуешь себя как дома, а где-то тебя вот, ну, все сковывает, потому что ты видишь, что из вежливости тебя принимают, но на самом деле здесь совершенно нежеланный гость. И вопрос даже не в том, верующий ты не верующий, а просто здесь есть определенный уклад жизни, определенные правила, и ты им не особо соответствуешь. Вот знаете, умение принять человека, верующего человека, своего человека, и при этом не выставить некие условия, наверное, это плод любви. Наверное, это плод любви, и в противном случае это просто невозможно. Если мы с вами расходимся в определенных вещах, вот сегодня размышлял вот о чем. Когда-то была одна церковь, я сейчас говорю о евангельском движении на постсоветском пространстве, была евангельская церковь, и было одно мнение, одно понимание жизни, одно понимание церкви, и потом внутри появились пятидесятники. Это стало развиваться, и начались дискуссии, что прав, вот эта точка зрения, эта точка зрения на церковь, на богослужение, они, несомненно, находятся в состоянии некого противоборства между собой, но тем не менее они принимают друг друга. Потом, в начале 90-х, вдруг появляются харизматы, и две противоборствующие друг друга точки зрения, они, несмотря на то, что они друг с другом не очень согласны, но они как бы общеприняты, вот они и есть. И тут появляется третий, и знаете, что начинает происходить? Вот эти две противоборствующие, они начинают бороться с появившейся третьей. Сегодня уже три точки зрения на церковь и на служение, и эти три точки зрения, они противоборствуют друг другу, они как бы уже приняты. Вот есть эти, есть эти, и вот есть эти. Но есть и другие. И вообще, мне кажется, что уровень духовности церкви или каждого из нас, он и проявляется в том, вот вы готовы принять людей, которые думают не так, как вы, живут не так, как вы, верят не так, как вы, служат Богу не так, как вы. У них другое служение, но оно просто другое, неважно какое, оно просто другое. Мне бывало, знаете, первые годы, когда я начал служить в миссии, мне было очень неуютно, когда ты попадаешь в такие церкви, в которых люди, ну, ну, совершенно не так поклоняются. Я даже не хочу говорить, как, ну, ты попадаешь, и там все не так. Там поют по 3-4 часа, и оказывается, это не было поклонение, это была просто разминка перед служением. Потом поклонение, потом длиннючая проповедь, непонятно о чем, потому что и другой язык, и другая культура. И внутри тебя все потихонечку раздражает. Умение принять это, понять, что это тоже Бог, который вот в разнообразии. Мы очень часто забываем, что слава Божья, она в разнообразии. Помните, написано, что Бог многократно и многообразно говорил в Пророк. Ныне говорит в Сыне. Но мне кажется, что не в единообразии, а в том же самом многообразии. Он дал разное понимание мира. Он позволил нам по-разному жить, по-разному верить, по-разному понимать, двигаясь к одной и той же цели. И вот умение принять то, что не такое, как мы, не такие люди, не такая вера, наверное, это и есть внешнее проявление любви. Ты приедешь в какую-то церковь, и тебе задают обязательно вопрос, в чьих будет? В какой конфессии? А какого братства? А кто там главный? А кто старший? А что там? А как это? А как здесь? Знаете, я был даже в одной церкви, и перед тем, как выпустить меня проповедовать, мне братья начали спрашивать о... Говорит, а вот знаешь, вот там вот у вас в городе есть там церковь, а там пастор Василий есть такой. Говорит, да нет, вроде в той церкви нет такого пастора. Братья говорят, да, правда, правда, нет там такого пастора. И ты понимаешь, что тебя просто тестируют на предмет свой, чужой. Они проверяют, вообще достоин ты, не достоин принять тебя, не принять. И вопрос даже не в том, чтобы допустить тебя к проповеди, или сделать там какое-то другое действие. Вопрос в принципе, готовы ли тебя принимать? Я общался с одним братом из очень консервативной такой конфессии, и узнав, что я дружу с одним пастором, он говорит, о, вот, будь осторожен, мы не принимаем таких, почему? Ну, он еще тебя танцевать научит. Я улыбнулся, потому что речь шла о харизматической церкви, и там точно не танцевали, несмотря на то, что они харизмат. Я говорю о том, что мы отгородились разными заборами, и мы говорим, у нас вот эта система, она сидит вот свой и чужой. Этих мы принимаем, а этих нет. Итак, друзья, вся суть того, что я хотел сказать сегодня, состоит в том, что если мы хотим показать совершенство Бога, показать совершенную любовь, то мы прежде всего должны быть людьми, которые принимают, не отталкивая никому. Если человек приходит, и он не говорит, принимайте меня таким, какой я есть, потому что, знаете, настоящий верующий человек, его ведь сразу видно. Он не кричит о своих достоинствах, он не говорит, берите меня, вот он я, я сейчас осчастливлю вас, ваше общение. Он приходит, и он становится частью нашей жизни. Он может просто прийти, где-то сесть в церкви, он может прийти, и просто начать вместе с вами молиться. Не стоит, вот знаете, строить вот эти барьеры между церковью и этими людьми. Умение принимать, это одно из самых сильных, самых серьезных, самых могущественных проявлений любви, потому что Бог во Христе принял каждого. Помните, он говорит, всякого приходящего ко мне не изгоняло. Он не сказал, что если вы приходите ко мне, соответствуете каким-то канонам, принципам, я всех тогда принимаю таких. Нет, он говорит, всякий приходящий ко мне. И вот подумайте, всякий ли приходящий в твою жизнь человек принят тобой. Может быть, кто-то не так одет, кто-то не так верит, кто-то не так говорит, и ты делаешь все для того, чтобы он сам ушел. Он просто прошел мимо. А может быть, ты честно говоришь ему, ты не очень интересен, пойди в другую церковь. Давай, пройди мимо моей жизни. У меня такое чувство, что когда Бог дал нам служение, служение примирения, то каждый человек, который приходит в нашу жизнь, это наше служение. Неважно, он верующий или неверующий, но в мою жизнь приходит человек, то вот тут же начинает работать место Писания, где написано, служите друг другу. Ты видишь в человеке того, кому ты должен послужить. Неважно, это великий апостол или последний грешник. Любой человек, которого ты встречаешь, это человек, которого послал тебе Бог, для того, чтобы ты служил. Если ты начинаешь смотреть таким образом, то действительно в тебе начинает проявляться любовь Божия. Никто из людей не послан для того, чтобы тебя раздражать. Даже те люди, которые ненавидят тебя, те люди, которые враждуют против тебя, это те люди, которых Бог послал в твою жизнь, чтобы ты любил их. Если любить только любящих, то что же особого мы делаем? Вообще, если ты как верующий человек не мыслишь себя служителем, то тебе стоит проверить, верующий ли ты вообще. Потому что, когда в твою жизнь, в мою жизнь, давай, в нашу жизнь приходит Дух Святой, то внутри рождается Дух служения. Я не верю в то, что ты стал верующим, не хочешь служить Богу. Это значит, ты не родился свыше. Любой верующий человек, он горит желанием служить. Он горит желанием помогать. Он горит желанием быть полезным Богу. И, соответственно, преломляя вот ту тему, о которой мы сегодня говорим, это, когда приходит в твою жизнь человек, его послал Бог, для того, чтобы ты мог ему служить. Такова истина. Итак, один из признаков любви это принятие. Любить значит принимать. Любить это значит видеть в человеке, того, кого тебе дает Бог, для того, чтобы ты мог ему помочь. Я не знаю, какая это может быть проблема, не проблема, а нужда, может быть, ответ на вопрос нужен. Но если Бог послал тебе этого человека, то я на 100% уверен, что ты можешь решить эту проблему. Если бы это было не так, то Бог бы никогда не позволил вам сделать. Пусть Бог благословит вас. Размышляйте.